В Армению открыли самую длинную в мире канатную дорогу. Ведет она к одному из самых живописных мест на юге страны, знаменитому Татевскому монастырю, привлекающему множество туристов. И вот теперь у гостей Татева есть возможность любоваться пейзажами с высоты птичьего полета. А у местных жителей гордиться, их канатка будет занесена в Книгу рекордов Кинеса. Из Армении Екатерина Комова. На такое не каждый рискнет, дух захватывает, в прямом смысле слова. Но до недавнего времени эта дорога в Татев под углом в 45 градусов была единственной. По серпантину вдоль обрыва на почти недосягаемую высоту. Зимой грунт и вовсе размывало. И только в октябре этого года был открыт другой путь, поднебесный. До монастырского комплекса пустили фуникулер. Если приглядеться, на фоне отвесных скал можно рассмотреть крошечную черную точку. Это первые пассажиры воздушного трамвая. У этой канатной дороги есть все шансы попасть в Книгу рекордов Кинеса. Ее протяженность почти 6 километров, а самая высокая точка 330 метров. Внизу одно из самых живописных мест Армении – ущелье реки Воротан. Но в полной мере насладиться его красотой просто не успеваешь. Вагончик движется с феноменальной для подобных сооружений скоростью, преодолевая все расстояние всего за 11 минут и 25 секунд. Крылья Татева, так назвали канатную дорогу, расправились меньше, чем за год. Рекордные сроки. Над строительством трудились швейцарцы и австрийцы. На все потратили 13 миллионов евро. В ближайшее время вложения вряд ли окупятся. Но инициаторы проекта говорят, они преследовали совсем другие цели. Отныне и местные жители, и туристы смогут круглый год посещать Татев – монастырь с тысячелетней историей. В средние века он считался духовным и научным центром Армении. В 1390 году здесь был учрежден университет. На факультетах преподавали не только богословие, но и вполне мирские науки, архитектуру и даже живопись. Здесь расчел наша церковная история, художество, география и все-все науки. То есть Татевский монастырь в средневековье был очагом культуры и учебы. Вернуть былую славу Татеву и возродить комплекс – вот главная задача проекта. Об этом на открытии канатной дороги говорили и президент Армении Серж Саргсян, и католикос всех армян Горигин II. В первую очередь отреставрируют сами здания. Сильнейшее землетрясение 30-х годов прошлого столетия фактически не оставило здесь камня на камне. В советское время монастырь восстанавливали, но, как теперь признают специалисты, с грубейшими ошибками. Вода проникает внутрь и постоянно точит камень, оказывая разрушительное воздействие на памятник мирового наследия. Второй этап – привлечение туристов, в том числе из России. Единственное, что может этому помешать – каприза армянской погоды. Как доказательство, прямо во время церемонии на Татев обрушился сильнейший ураганный ветер, а дождь палил, как из ведра. На самом деле наибольшей препоной для работы канатки является сильный ветер, но даже учитывая вот эти условия, при силе ветра 70 метров в секунду, тем не менее можно обеспечить работу канатки и не останавливать ее. Канатная дорога действительно не дрогнула, вагончики продолжали бежать вниз, а уже через несколько минут выглянуло солнце, и над ущельем встала радуга. В Армении, говорят, это добрый знак, и проект возрождения Татева благословили свыше. Екатерина Комова, Сергей Томюк, Ольга Потапенко, Вести Петербург, из Армении.